Всем привет! Вы на канале Армгеймор, меня зовут Арман и сегодня, ребята, у нас будет очередная серия рубрики Странный Микс. И сегодня мы будем атаковать шахтерами плюс дракончиками. Да, ребят, последние юниты, которые были добавлены в игру, это, собственно, у нас шахтеры и дракончики. И сегодня мы попробуем этих юнитов использовать вместе. Не знаю, если честно, что в этом случае у нас получится, но, в принципе, это мы сейчас вместе можем увидеть. Если вы тоже хотите, чтобы мы продолжали нашу эту рубрику и атаковали другими странными миксами, то давайте прямо сейчас ставьте большой пальчик вверх и пишите в комментариях свой микс, который вы хотите увидеть в следующем ролике. И мы посмотрим, какой коммент наберет больше всего лайков, тот микс будем использовать в следующем ролике. Так что обязательно пишем и ставим лайки. Ребят, собственно, сейчас давайте пойдем будем атаковать, несмотря на то, что юниты у нас первого левела. Да, первое левелные юниты не очень-то сильные, но можно сказать, что они не очень-то слабые, потому что все-таки это последние юниты, которые открываются в казарме. Ладно, ребят, не будем слишком долго тянуть, пойдем и будем искать наших противников. Будем делать 2-3 атаки и после этого уже сделаем какие-то выводы, можно ли этих юнитов использовать вместе или же нет. Давайте пару баз мы будем кликать и будем искать самый-самый лучший вариант. Надеюсь, что мне попадется какой-то 9-я ТХ. Конечно, да, вначале я пропустил одну девяточку, но вот все-таки нашел более лучшую девяточку. И сейчас мы попробуем ломать именно данную базу, хотя там был забор послабее. Но ладно, 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 восьмой забор тоже неплохой. Вот чувак только что перешел на девятую ТХ и у него фуловая восьмая ТХ, можно так сказать. Ладно, ребят, ладно, давайте, собственно, начнем нашу атаку. 24 шахтера и 12 дракончиков. Начинаем, начинаем, начинаем. Ребят, я не знаю, почему я взял с собой землетрясение, можно было взять вместо этого какое-нибудь другое зелье, но ладно, взяли землетрясение, так взяли. Ничего больше не поделаешь, хотя для героев можно использовать землетрясение, почему бы и нет. Вот, ой-ой-ой, немножечко кривовато выпустил, но ладно. Так, маги, давайте вот так ходите тут сидеть. Отлично, дракончики мои почти все сдохли. Ох ты, ох ты, ох ты, так, хилять, хилять, давайте будем вот в этой вот зоне, потому что мой король что-то там, ай, немножечко плохо себя чувствует. Окей, активируем способности короля, отлично, и что-то все мои шахтеры сдохли или нет? Нет, кажется, там еще живы остались кое-какие шахтеры, окей. Король с королевой и шахтерами зашли в центр. Ну, давайте, давайте, ребят, тащите, тащите, надеюсь, 100% у нас будет. Не, не будет у нас 100% или хотя, возможно, будет, ребят, кто знает. Так, 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 не, ребят, 100% у нас тут явно не будет, потому что вот король сдох, осталась только королева, которая сейчас тоже сдохнет. Ну, 66%, 67% будет, не, 68% у нас получился взять из этой базы, но, в принципе, в принципе, если считать то, что наши юниты первого ловла всего лишь то, это довольно-таки нормально. Если они у нас были топовыми, то, возможно, все было иначе. Ладно, ребят, давайте сейчас я подожду, точнее, мы вместе подождем, хотя нет, вы сейчас этого не увидите, подожду, пока будет у меня вариться еще одна армия, и после этого мы будем сделать вторую нашу атаку. В общем, сейчас вернемся, ребята. Так, ребята, собственно, вот уже у меня армия готова, конечно, это у меня заняло где-то 8 часов, ну да ладно, ладно. Сейчас, в общем, идем и ищем нашего следующего соперника, будем на этот раз нападать на 10-ю ТХ, но будем нападать так немножечко слабо прокачанного, ну, чтобы чувак был немножечко слабо прокачан, чтобы мы смогли хотя бы что-то там оттуда взять. Ну, в принципе, такие базы будут встречаться очень-очень редко, хотя нет, ребят, смотрите, довольно-таки слабо 10-я ТХ, и мы сейчас спокойненько-спокойненько можем выпускать наших шахтеров с дракончиками. Только вот огромный вопрос, откуда выпустить их, ребят, давайте, давайте вместе будем решать, ну, хотя, как вместе я один тут сейчас сижу. Ну, ладно, давайте будем выпускать их вот с этой вот стороны, чтобы они как можно быстрее пошли к центру, хотя там инферно будет немножечко разносить, но да ладно. В общем, ребят, ломаем как-то круг вот таким вот хитрым способом, конечно, фиг знает, почему у меня все там лагает, но ладно. В общем, выпускаем всех остальных юнитов уже из центра, блин, что за лаги у меня начинаются? Опа-на, это плохо, ребят, это очень-очень плохо. Так, вот, отлично, да чё тут отлично, гигантская бомба, всё портит. Так, последняя дракоша, вот и, собственно, дракошу тоже выпустили. Ребят, все юниты идут к центру, отлично, давайте будем заморозить вражескую королеву. Отлично, в запасе у меня целых два рейджа, вот, отлично, первый рейдж идёт вот сюда. Герои, давайте, тащите, ребят, вся надежда на вас. Герои, давайте, король, куда пошёл мой король? Ох ты ж, ребят, ладно, давайте, вот сюда целых два гигантских мин, точнее, воздушных мин летает на моих дракошечках. Ох ты ж, ё-моё, ребят, 50% мы, кажется, не наберём или нет. Хотя герои могут тут спокойно набрать 50% и, в принципе, это хорошо. Хорошо, королевка сейчас возьмёт ещё немножечко-немножечко ресурсов и, в принципе, на этом уже всё. Так, отлично, мартира на прокачке и не может умазать наши лучницы. И тут бомба, маленькая бомба практически всех наших лучниц убивает. Нет, ну, в принципе, 69-70% и плюс ещё один дракончик живой у нас. Ох ты ж, ребят, я не заметил этого дракончика. Сейчас посмотрим, что дракончик в одиночку сможет тут у нас сотворить. Поплушечка немножечко далековато, так что дракончик ещё немножечко у нас поживёт. Плюс, если дракушечка остаётся наедине, то у него как бы появляется дополнительный урон. Блин, пвошечка. Ох ты ж, ребят, не повезло. Не фартануло. Ладно, ладно, ладно. 76% плюс немножечко-немножечко ресурсов. По-моему, довольно-таки хорошо со 10-го ТХ. Если считать то, что у противника целых 2 инферна было. В принципе, как-то так у нас получился миксировать этих юнитов. Надеюсь, вам, ребят, понравился. Так что ставьте обязательно большой пальчик вверх. Давайте тысячи лайков под этим роликом наберём. Почему? Потому что лайки всегда хорошо, лайки всегда мотивируют. И я всегда рад, когда вот захожу и вижу много-много лайкосиков под роликом. И в качестве бонуса, ребят, я хочу показывать вам вот эту вот атаку, где у меня стылили 820 тысяч золота. Ребят, 820 тысяч это просто, не знаю, как сказать, 820 тысяч. Офигеть, просто офигеть. По-другому никак. Ладно, ребят, смотрим. Просто красивенький повтор. И я попытаюсь комментировать. Не знаю, почему у меня Блустакс вот так вот лагает. Это вроде ничего не запущено. Вроде все у нас в порядке. Но Блустакс что-то у меня немножечко тупит. В общем, гиганты плюс вальки. Ну, плюс еще там пека, маги. В принципе, довольно-таки интересная атака. А гиганты хотя вот не топовые, точнее не восьмого уровня они. Но довольно-таки сильно, вот как вы видите, наносят урон к моим зданиям дефа. Но в принципе, в принципе, я думал, нельзя больше атаковать и фармить гигантами. Но оказывается, вполне-вполне себе нормально. Можно сейчас фармить и атаковать гигантами. И смотрите сами, как чувак смог хорошенько пофармить из моей базы. В принципе, он мог бы взять еще немножечко ресурсов, если бы сохранили юнитов для добивания. Вот тут, как вы видите, у меня шахта, спорщик эликсира. Вот стоит и в плюс вот тут отсюда. Хотя мне королевка отсюда сейчас возьмет. Ну, две, точнее, шахта и спорщик эликсира не останутся, насколько я понимаю, да? Да, королевка тут взяла эти две здания. Ну, а вот эти вот две остались. Ну, в принципе, это только одно означает, что надо всегда оставить юнитов для добивания. Вот Пека добивает сборщик черного эликсира. Ну, а эти два сборщика, точнее, сборщик и эликсир остаются не тронутыми. На карте остаются всего лишь два здания дефа. Сейчас башня лучниц будет повержен. Вот, отлично. Тесла и пушка сейчас будут убивать короля. И, в принципе, в принципе, одна Пека ничего не успеет сделать за 35 секунд. Ну, в принципе, хотя он может дойти до этих сборщиков. Ну, доходит, ребят. Смотрите, доходит. И чувак берет весь золото из моей базы. Хотя эликсир тоже может спокойно взять. Смотрите, блин. Вот что значит мне смотреть повторы. Оказывается, что данный чувак стырил у меня все ресурсы. Ох ты, ребят. Я этого, я честно не знал. Вот сами уже видели, что я комментировал как-то наугад. Вот таким вот образом. И, получается, все ресурсы от меня взяли. Красавчик. Просто что сказать. Вот что значит несколько дней не заходить в игру. 820 тысяч золота и 683 тысячи эликсира. Ну, 6000 черного это я не считаю уже. Ладно, ребят. На этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. С вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok